Одарив весьма обильно нашу землю, Царь Небесный, Быть богатою и сильной, Завещал ей повсеместно. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Вас приветствует программа «Колесо истории». С радостью и удовольствием представляю вам участников нашей сегодняшней передачи. Певец и композитор Александр Кальянов. Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший. Певец Сергей Чумаков. Знаете, не напрасен сегодняшний подбор у участников нашей передачи. И не напрасно мы их пригласили. И безумно благодарны им за то, что они дали согласие присутствовать сегодня в нашей студии. Я не помню кто. Я не буду сейчас утверждать, сцеду своему я точно не знаю. Одни утверждают, что этот разговор вёлся Гербертом Уилцом. Другие говорят, что это был Томас Алва Эдисон. В данном случае это не важно. Я хочу вспомнить один удивительно забавный диалог. Исторический такой анекдот. Одна дама, достойная, кстати, лучшего применения, спросила у некого великого учёного, или, если хотите, изобретателя, что такое радио. Он сказал, мадам, Это очень сложный вопрос. Но я могу вам объяснить. Давайте начнём с простого. Я объясню вам, что такое телефон. Согласны? Конечно. Представьте себе таксу, такую длинную, что хвост у неё находился в Петербурге, а голова в Лондоне. Вот если её за хвост дёрнуть в Петербурге, она в Лондоне залает? Конечно. Вот это телефон. А радио спросила дама. Радио ответил изобретатель. Это то же самое, только без таксы. Она ушла абсолютно удовлетворённая. Из этого маленького диалога вы, наверное, поняли, что сегодня мы поговорим о радио. Мы поговорим о том самом изобретении, которое как нельзя касается вас, вашей профессии. Композиторов, музыкантов, певцов. Радио, конечно. Конечно, радио. Мы начинаем с первого заезда колеса истории. По каретам, господа. Поехали! Стоп! Жёлтый, красный. Красный, зелёный. Зелёный, жёлтый. Не совпало ни у кого. Ну что, я благодарю вас за то внимание, которое нам указали, покатавшись в наших же каретах. И поскольку аплодисменты всё ещё гремят, я приглашаю на сцену актёров, которые начнут тему нашей сегодняшней программы конкретно радио. Всё готово, Александр Степанович, можно передавать. Великолепно! Самое время подумать о том, какое сообщение мы пустим в эфир. Ведь оно, чай, войдёт в историю. Обязательно войдёт, обязательно войдёт. И сообщение, я должен вам сказать, я уже придумал. Да? Ну и интересно, какое? Говорит в Санкт-Петербург. Великолепное у нас начало. Послушайте дальше. Говорит в Санкт-Петербург проверка связи. Проверка связи. Каково? Замечательно. Ну и всё? Ну, да. Что-то начали вы, голубчик, извините меня, во здравии, окончили за упокой. Ну я не знаю, тогда вы уж сами что-нибудь придумаете. Передадим просто. Генрих Герц. Этого Генриха Герца, кроме нас, с вами ещё 20 человек, никто не знает. Если вы уж хотите восславить науку, то давайте так и передавать. Да здравствует наука, или, на крайний случай, привет членам физико-химического общества. Да что-то мне не по душе, это восторженность. Александр Степанович, давайте не ломать голову. Передадим как есть. Давайте стучать. Давайте, голубчик. Я позволю себе предложить вам в качестве вопроса вот такую цитату. Демонстрация беспроволочного телеграфа произошла 24 марта 1896 года на заседании физико-химического общества. Ассистент Попова Рыбкин находился в помещении, располагавшемся в 250 метрах от физического кабинета Санкт-Петербургского университета, где проходило заседание. Рыбкин передал азбукой Морзе сообщение, которое было принято Поповым. Вопрос. Какое это было первое сообщение, переданное по радио? Вот вам варианты. Да здравствует наука. Привет членам физико-химического общества. Генрих Герц. Или проверка связи. Ах, как приятно, что я захватил сегодня с собой эту новую серию. Во всяком случае, первый раз на этой программе. Мне есть чем заняться, пока идет обсуждение. Знаете, вот в этом томе, например, вообще нашел связь между нашей сегодняшней передачей и этим романом. Это остросюжетные детективы. Если можно так говорить, даже что-то о разведке и контрразведке. А как известно, разведчики и контрразведчики всегда, ну во всяком случае, в настоящее время пользуются радиосвязью. Это захватывающая серия «Слепой». Да, так что? Боже мой, Петрович, почему у вас такое лицо? Они вам подсказали что-то неприятное, что было передано? Нет, мне соперник, кстати, подсказал, я следую за ним. Что подсказал? Генрих Герц. Это вы подсказали? Конечно, он же радист. Ах, вы радист! Ах, вы радист! Да-да-да-да-да. Ну-ну, Генрих Герц. Я думаю, все-таки, что проверка связи. Проверка связи. А ему, значит, вы подсказали Генрих Герц. Он меня не трогать, а не обманул. Дружба эта. Помощь. До сей поры не обманул. Ну, я буду солидарен, наверное, с Владимиром Петровичем и скажу, что Генрих Герц. Герц. Герц, Герц, проверка связи. Да? Давайте послушаем правильный ответ, что очень важно. Рыбкин передал азбукой Морзе сообщение. Генрих Герц. А теперь я сделаю очень важное правительственное сообщение. Внимание, внимание! Работают все радиостанции Советского Союза. Нет, это я передам чуть позже. Мы продолжаем разговор о радио. Вы знаете историю дальнейшую. Это уже связано с военно-морским флотом. Хотя, куда это меня? И не ко мне, и не я должен произносить эти слова. Александр Степанович, ваши опыты потрясли всех свободомыслящих женщин Европы. Я из журнала «Эмансипация». Неужели? Да. Очень приятно. Ну, вы и ах, вы знаете. Многие барышни просто даже не понимают, как эта телеграмма может передаваться без проводов. Я вам объясню. Представьте себе молнию. Молнию? Боже мой, вы знаете, я так боюсь молний. Однажды на моих глазах молния сразила лошадь. Да. Лошадь. Да-с. Ну так вот, молния – это мощный электрический разряд. Что вы говорите? Боже мой, как интересно. Да-да-да. Мы используем маленькую молнию. Вы всё так понятно объясняете. Александр Степанович, а у меня тогда к вам вопрос. Скажите, а может ли телеграмма пересечь расстояние из Москвы до Австралии? Ну, конечно, может. Да что вы. Да, только для этого нужен мощный радиопередатчик и чуткий радиоприёмник. Боже мой. Ну, понимаете, ведь тогда телеграмма вынуждена будет пересечь воду. Я правильно понимаю? Ну, конечно, правильно. Вот недавно в Финском заливе мы передавали телеграмму с одного корабля на другой. Вода не служит помехой. Да, ну, тогда я в жутком недоумении, Александр Степанович. Почему? Ну, как же телеграмма, которая пересечёт океан, сможет остаться сухой? Да. У-у-у-у, как всё запущено-то, боже мой, боже мой. Да. Я даже не пытаюсь иронизировать по поводу этой журналистки. Потому что я тоже не понимаю, как телеграмма, которая пересекает океан, остаётся сухой. Я всё равно этого не понимаю. Меж тем вопрос вот в чём. Необходимо сейчас вспомнить пару. Ту самую пару кораблей, с бортов которых с одного передавалось, а на другой принималась та самая пресловутая телеграмма, о которой идёт речь. Москва-Санкт-Петербург, это название пароходов. Европа-Африка, адмирал Апраксин, лейтенант Ильин. Лейтенант Ильин. О-о-о, какое бурное обсуждение, боже мой. Кто первый? Сейчас. Могу ли я обратиться к красным? Европа и Африка. Европа и Африка. Ну-ка, красненьких туда. Мне сказали то же самое. Европа-Африка? Ага. Как считают зелёные? Ну, я вот тоже вот доверяюсь. Говорят, что Европа и Африка. Валерий, ты сейчас неплохо подсказал. Европа-Африка. Ну-ну, правильный ответ. В своём интервью Попов упомянул о двух кораблях. Европа и Африка. Молодцы. В кареты, в кареты. Второй занят колеса истории. Линчи вам предоставляется права оставить кареты в любое удобное время. Любое удобное для вас секунду. Мы ждём, кому повезёт в этот раз. Стоп. Стоп. Красная, зелёная, жёлтая, жёлтая. Бог мой. Как же вам повезло. Как же вам повезло. Здесь зелёная, красная, жёлтые ликуют. Я прошу вновь занять свои места. В наших рассуждениях о рождении радио мы потихоньку, шаг за шагом, приблились к эпохе исторической, во всяком случае для нашей страны. Я имею в виду эпоху гражданской войны. Радио уже работало вовсю. Радио уже работало вовсю. Тут я вынужден поставить многоточие. Проверим. Алё. 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 45-й барышня. Алё. Алё. Петька Ядрёна ваш. Ты меня слышишь? А, отлично слышу, Пётр Иванович. Тогда запрягай тачанку. Чего? Я тебе покажу, чего. Тачанку запрягай, подлец. Алё. Алё. Ничего не слышу. Техника мотива. Алё. Тачанку запрягай. А, тачанку, понял, Пётр Иванович, будь сделан. И пулемёт не забудь. Чего, кошелёк? Алё, пулемёт. Алё, зачем кошелёк? Вы что, за покупками, а? Да какие покупки? Пулемёт. А, пулемёт, будь сделан. Будь сделан, Пётр Иванович. Подводить стала техника, ядрить её. Устарела, начисто устарела. Да, ты что такое говоришь-то? Как это устарела? А я вот, Пётр Иванович, в нашей газете «Мировой пожар» прочитал заметку о радио. Есть такая штука, вроде телефона, но без проводов. Надо бы добыть эту штуковину. Дам поручение завхозу. А ты с этим телефоном с ума сойдёшь. Это хорошо, что сейчас мирное затишье. А когда бой, беда будет. Беда! Чёрный ворон, чёрный ворон, Что ты вьёшься надо мной? Ну да, ну с гражданской войной всё понятно. Техник стал подводить. Это как раз понятно. Но вопрос о боевом применении радио стоял ещё во времена Первой мировой войны. И тут возникает вопрос. Перед вами четыре города. Ярославль, Псков, Суздаль, Владимир. В каком из них впервые радио было применено в военных целях? Суздаль или Владимир? Пока игроки думают. Я ещё раз хочу объявить о том, что до моего радиообращения к вам, уважаемые наши слушатели и зрители, конечно, остался всего один вопрос. Ярославль, Суздаль, Псков, Владимир. Ну уж, поскольку Владимир. Да вроде бы вот мне это близковато, Владимир, но вот тут у меня советчики уже не подвели. Чё говорят? Говорят Псков. Псков! Что говорят ваши советчики? Мы советчики говорят то же самое. Ага. Понимаешь, да? Ну, мы псковские. Псков, да. Псков? Впервые в период Первой мировой войны радио было применено в городе Пскове. Во! Ну, поговорим с вами о передатчиках. Вот в этой книжке в двух или трёх местах главный герой что-то там такого куда-то там чьё-то передаёт. И вообще, говорю, трудно представить себе, как бы сложилась в дальнейшем его судьба, если бы не эти радиопереговоры. Мы пойдём чуть дальше. Чуть дальше толкаясь, скажем, от этого романа или от какого-нибудь другого, или просто от исторических или технических документов. И будем продолжать разговор о радио. Здесь есть некоторые, я бы сказал, маленькие исторические нюансы. Совсем не технические. Они, скорее, больше человеческие. Но помнить о них, или, скажем, вспомнить о них, нам надо. Ну, о продолжении нашей задушевной беседы вот тебе мой вопрос. Вот наша дивизия. Где должен быть командир во время атаки? Посерёдке, среди бойцов. Э, нет, Петька. Командир должен быть впереди и на лихом коне. А я думал посерёдке. Посерёдке он целее будет. Ты и думал. А вот тебе другой вопрос. Мы отступаем. Хотя такое редко, но бывает. Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне. В данном случае, командир должен быть в серёдке, посреди своих горбячих бойцов. А можно вопрос? Давай. Вот ты умный, да? Умный. А вот ответь мне на такой вопрос. Ты приказал на тачанках установить радио? Да, приказал. На каждой тачанке установить по радио. А вот на чём это радио работать будет? На электрической дуге? На лампах? Али на транзисторах? Для особо непонятливых повторяю ещё раз. Радио будет работать на тачанках. Но ты мудёр. Не врёшь? Не, не врёт, не врёт, мудёр. Продолжен. Эта ситуация, конечно, анекдотичная. Анекдотичная просто потому, что всё новое всегда вызывает недоумение и всегда привозит к таким вот странным казусам, ибо люди, которые получают в руки изобретение с пылу, с жару, не сразу понимают всё значение того, что они получили. Вот, кстати, можем и проверить. Даётся вам в руки, даётся вам в руки изобретение. Именно в Первую мировую войну устаревшие радиопередатчики были заменены на новые. Это, конечно, смешно над ними смеяться. Вот я хотел бы посмотреть, как будете выглядеть вы. Какие радиопередатчики заменили устаревшие? Причём намного эффективнее были. Для телезрителей могу сообщить, что были передатчики. Дуговые, машинные, ламповые или транзисторные? Это вопросы, которые сейчас... Ну, варианты ответов, которые находятся в руках у наших игроков. Но, кстати, используя самые мощные транзисторные передатчики, сообщаю. Заказывайте книги удивительной детективной серии «Слепой» по адресу Москва. Сто семь, сто сорок, а я сто сорок. Цена Тома с пересылкой девятнадцать тысяч пятьсот рублей. И что-что? Василий Иванович, нычи. Или Петьки. Ну, всё-таки я учился в радиотехническом институте. Ага-га. Да. Да. И поэтому скажу, что ламповые, это был триод, анод, катод, сетка, газоразрядные лампы. А, минуточку, минуточку, вы сейчас с кем разговариваете? Я отвечаю на вопрос. Ламповые. Ламповые? Да. Нет, дело в том, что поскольку я полный долдон в этом, то у меня было ощущение, что вы сейчас сами с собой что-то вспоминаете. Мамповали физику тогда. Эти слова, триоды вот эти. Их что-то сейчас изучал. То есть меня пытались изучить физику, но из этого мало чего получилось. Я очень рад, что после Саши отвечаю. Вообще нисколько не сомневаюсь, что он угадал. Поэтому точно так же. Ламповые. Ну, у вас, конечно, есть особое мнение по этому поводу. Я тоже согласен с Александром Ивановичем. Здрасте. Все помощники мне тут говорят, что ламповые. Ламповые? Ламповые. Так это же люстра. Во время Первой мировой войны впервые были применены ламповые передатчики. Мне хочется только вновь пригласить вас в кареты. Поехали. Стоп. Стоп. Желтая, желтая. Владимир Петрович, я с радостью поздравляю вас. Зеленая, красная, красная, зеленая. Только у Преснякова-старшего все совпало. Дополнительный стовер с желтым. Однажды выдающегося историка, на самом деле, замечательного историка, Бориса Дмитриевича Грекова, спросили, как он считает, какое самое важное изобретение 20 века или в 20 веке, как удобно. Он ответил радио. И на вопрос, почему, он сказал, его так легко выключить. Радио, 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 радио. Но даже это великое, выдающееся изобретение 20 века, согласитесь, меркнет по сравнению с против... Как бы это правильно сказать, с потусторонними силами. Михаил Афанасьевич Булгаков. Тень гения коснулась крылом и нашей программы «Колесо истории». Иван, ты очень хорошо и сатирически изобразил рождение Иисуса, Сына Божия. Но вся соль в том, что еще до Иисуса родился целый ряд сынов Божьих. И мне их всех нужно ввести в поэму? Ни в коем случае. Ты должен показать, что никто из них не рождался, и никого из них никогда не было. Предмет вашей научной беседы столь интересен? Разрешите? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Вы утверждаете, что Иисуса не было? Да, именно это я и говорил. А вы соглашались? На все сто. Замечательно, а где же доказательства? Всюду. Да вон хоть на том столбе. Не понял. Внимание, внимание. Говорит Москва. Вот оно доказательство. Если человек изобрел такую штуковину, то при чем тут Иисус? Иван, ты упрощаешь. Ну почему же? Это замечательное научное доказательство. Передаю концерт симфонической музыки. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Простите, шеф. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Маленькую специально введённую сюда деталь. Вот эта чёрная говорилка. Действительно, примерно в это время, может чуть раньше, может чуть позже, впервые по радио был передан концерт симфонической музыки. Блеск, красота. Остаётся только задать вопрос. Когда это произошло? 1914 год, 1917 год, 22-й или же 1930-й. Да это чём с красных? Если в 30-м году уже у нас вовсю шло кино, то, наверное, в 1917-м не могло этого быть, потому что это был чуждый элемент вообще, наверное, симфонии. Для крестьян. 22-й. 22-й. Ну, вам Владимир Петрович, это известно точно? 30-й тогда пусть будет. 30-й? Это согласны все жёлтые? Нет. Они не согласны? Они со мной никто не согласны, но я думаю, что... В 22-м вроде не до музыки, до симфонической, там тогда всякие боевые песни. 30-й. Да, ладно. 30-й. Думаю, 1922-й год. 22-й. Да. Зелёные и красные, 22-й, жёлтые, 30-й. А на самом деле? Первый радиоконцерт был передан с Центральной радиотелефонной станции в Москве 17 сентября 1922 года. Это тебе возьми, прочти. Полковник протянул Глебу конверт. Что здесь? Выписки, досье, фотографии адреса, карты. А сроки? Чем быстрее, тем лучше. Ещё одна деталь. Труп должны увидеть и должны похоронить. О, извините, я зачитался. Между тем, музыка на патриарших прудах смолкает, и мы продолжаем следить за милой беседой наших уже известных персонажей. Браво, Иван, в России ли мои последние сомнения? Вы, конечно, иронизируете, но согласитесь, что в области разума доказательства Бога быть не может. Вы в точности повторили мысль Эммануэла Канта. Я как-то сказал этому... Кому сказали? Беспокойному старику. Вы говорили с Кантом? Да. Я сказал этому беспокойному старику, вы, профессор, воля ваше что-то нескладное придумали. Да, так он опроверг все пять доказательств бытия Бога и как бы в насмешку над собой придумал шестое. Взять бы этого Канта за это доказательство на три года. На Соловки. И вон. Именно, именно на Соловки. Но, к сожалению, он находится сейчас в местах отдалённых и изъять его оттуда не представляет никакой возможности. А жаль. Да, и мне жаль. Я как-то Александру Степановичу Попову сказал, когда он возился со своим электрическим будильником. Вам, Александр Степанович, от этого будильника один шаг для опровержения всей небесной канцелярии. Вот так-то. Но, господа, если вы не верите в Бога, то, поверьте мне, дьявол всё-таки существует. Да что вы такое говорите? И доказательства вам будут представлены сами короткий строк. Зря, зря. Зря не поверили. Зря усомнились. Ну, бог с ним. Мы опять позволили себе вести некоторые намеренные неточности в текст великого Булгакова, дабы, чтобы вы успели на заметку взять только одно. Будильник, о котором упомянул наш, а не Булгаковский, Воланд. Какая связь между будильником и Поповым? Думайте. Да это чем с вас. Будильник – это время. Он показывает время. Попов изобрёл радио. То есть это колебание синусоидальное во временном пространстве. Я не рискую спорить. Ну? Отвечай. Всё-всё? Да. Не отвлекайте, Владимир Петрович. Это так, мысли вслух. Я попроще думаю, что вот связь в том, что появились сигналы точного времени по радио. По крайней мере, я хоть могу понять, что он говорит. А у вас есть мнение, что Попов однажды разбудил будильник, он придумал радио? Нет, я думаю, что, может быть, он был любителем поспать специально для себя, изобрёл сигнал точного времени. А если вы что-нибудь поняли про колебание между будильником и Поповым, то... Александр Степанович Попов в юности собрал электрический будильник. Что вы о колебаниях мне всё это время, синусоидальных? Кто-то знает, что он сначала изобрёл будильник. Пакт. Исторический, но в данном случае печальный. Ну, давайте с вами сделаем таким образом. Вы так страстно подсказывали своим игрокам, что мне теперь интересно, а, собственно, что вы сами знаете? Я готов дать любому заработать немедленно подарок от телекомпании «Каскад», если кто-нибудь правильно ответит на поставленный вопрос. Я не зря в руках держу вот эту серию. Эта история, в общем, детективная. И мне не очень хотелось бы иронизировать сейчас по поводу этой истории, ибо в некотором... Да как в некотором? Просто история трагическая. Имя княжны Таракановой известно всем. Она была названа официальной бумагой «Самозванкой-бродягой», заточена, и через некоторое время умерла. Официальная версия она умерла от чахотки. Однако Александр Дюма усомнился, сильно усомнился в этом, и в своих записках, тоже известных и опубликованных, выдвинул свою версию гибели княжны Таракановой в заточении. Остается только узнать, под Дюма от чего погибла или умерла, как хотите, княжна Тараканова? Княжна Тараканова умерла от потопа. То есть она утонула. А, от потопа? Да. От первого? Нет. От потопа. Принимается? От старости. Потрясающая версия. Это один из тот самых случаев, когда я-то знаю правильный ответ. И даже мне... То есть приятно, конечно, что вы фантазировали именно на эту тему, а не на какую-нибудь другую. Так лихо. Особенно от старости. Я в любом случае, знаете, вы не правы, конечно. Но это безумно, остроумно. Дайте специальный приз ребенку, потому что от старости мне нравится. Княжна Тараканова умерла от старости. Это хорошая версия. Нет, конечно. По версии Дюма, она погибла во время наводнения. Эту легенду поддержал, как вы знаете, известный художник, чье полотно княжна Тараканова много-жды, много-жды во всех иллюстрациях и встречала. Давайте аплодировать победителю, который принес Владимиру Петровичу 100 верст дополнителя, то есть всему желтому сектору. Я приглашаю сюда, в центральный круг, всех наших игроков. С какими же результатами мы пришли к финалу? Зеленые 400, красные 500, желтые 700. Подарки в студию, призыв всем игрокам, представленным по русским радио. Я прошу вас и вас занять в свои места, Владимир Владимирович, я прошу вас остаться. Я хочу, чтобы вы набрали 700 верст, а нам положено бы вместе с вами доехать расстояние в 1000 верст, 300 верст осталось. Согласитесь сыграть со мной в суперигру? Конечно. Поехали! Владимир Петрович, как известно, первая в России радиолюбительская лаборатория была открыта в 1919 году. У меня работали два человека, Лбов и Петров. У меня важное государственное дело. Да, у меня важное государственное дело. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте? Нос, молодой человек, что вам угодно? Мы, то есть я, Лбов и мой приятель Петров, решили организовать первую радиолабораторию в России. Почему именно вы и почему именно в этом городе? Мы хотим прославить наш город. Прославить, говорите? Нет, дать вам разрешение, так называемую радиолабораторию, я не могу. Прецедента такого еще не было. Она нет и суда нет. Так давайте создадим этот прецедент. Товарищ, что за шум в производственное время? Я вам уже все сказал. Освободите повещение. У нас есть дела и поважнее-с. Ах так? Да-с, поважнее-с, поважнее-с, между прочим. Нет, нет важнее дела, чем создание первой радиолаборатории России. Да-с, важнее, потому что сейчас в ростнейшем порядке я должен распределить экспроприированную буржуазию калоши. Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Я отсюда никуда не уйду, пока не получу разрешение о первой радиолаборатории России. Не позвольте. Не позвольте вам не позволить. Хорошо, ну и лежите. Только я должен вас предупредить, батенька, что я в единовременно-острой форме страдаю скарлатиной и дифтеритом, а фортишки, как можете заметить, здесь не открываются. Отлично, отлично. Я все равно отсюда никуда не уйду. Я покончу жизнь самоубийством в вашем кабинете. Уберите пистолет, уберите пистолет. Что за клиент, за посетитель нервный сейчас пошел? Я вам дам, дам ваше разрешение. Только упустите. Вот вам печать, вот вам, вот вам подпись. Идите, берите. Премного благодарен. Прощайте, товарищ. Здравствуй, товарищ. Какой же город собирались прославить Лбов и Петров? Новгород, Москва, Нижний Новгород. Разнесите по каретам. Владимир Петрович, вам нужно сделать только один шаг в сторону той кареты, как вам кажется, в которой лежит правильный ответ. Итак, нам осталось пройти всего 300 верст. Правильно отвечаете на вопрос, 50 верст прошли. Правильно на вопрос, 100 верст прошли. Правильно на вопрос, 150 верст прошли. Открыли дверцу, вспыхнул фейерверк, и мы, наконец, вручаем вам чек на 10 миллионов рублей. В Москве, в 16 веке, мощным предприятием был государев «Зеленый двор». Что изготовлялось на этом предприятии? Вино, краска, табак, порох, яд. Табак. 16 век, Владимир Петрович. А-а-а. Я все это рассказал, Петрович, клянусь. Пора. Ну, а я что говорил? Я сделал все, что мог. Вот второй вопрос. Как во времена Екатерины II называли молодого щеголя, франта с претенци... Боже мой. С претенциозными замашками. Это вы сейчас меня спрашиваете? Ага. С претенциозными манерами. Хлыщ, пятиметр, балансер, поставец фашн. Екатерина II, да? II, II. Ну, балансер. Я вот сейчас балансирую, вот мне это близко. Так, вижу укор в глазах. Меняю показания. Пятиметр. С вами легко. Пятиметр, абсолютно точно. Слушайте, я, по-моему, все-таки вручу этот чек на 10 миллионов рублей. Известно, что в 1711 году, когда ему было всего 23 года, царь пожаловал его коммергерам и назначил послом в Пруссию с окладом 5000 рублей. В 20-м году Петр I произвел молодого дипломата прямо в тайные советники, что по тем временам было очень большой редкостью. О ком идет речь? Нет, все, сдаюсь. А сейчас узнаю и... Головкин. Голов? Головкин. Ну, в жизни бы не угадал. Головкин. Выдающаяся личность петровских времен. Да, конечно, Головкин. Владимир Петрович, давайте с вами просто проверим, чтобы не особенно грустить по этому поводу. Вообще, вообще, туда бы шли. О Новгороде ли изначально шел разговор? Откройте дверку. Так. Ну, и что это так мучиться? Мы вообще не туда шли с вами. Может быть, Нижний Новгород должен вспыхнуть фейерверк? Открывайте. А вот, Владимир Петрович, и тот обещанный фейерверк, который взымыл бы вверх, в вашу честь, если бы мы изначально пошли к Нижнему Новгороду. Ну, что поделаешь? Мы аплодируем, Владимир Петрович, вам, победителю программы «Колесо истории». Держите это вам на память. С вами прощаемся на одну неделю. До встречи на программе «Колесо истории». Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин